Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуй, Карина. Лана? Что ты... Что ты здесь делаешь? Как что? Ты пригласила, я пришла. Невежливо отказываться, когда тебя так просят. Я тебя не приглашала. Добрый день. Здравствуй. Карина, знакомься. Консультант по сервировке. Светлана. Очень приятно. Очень много вас слышала. Вижу, правда, впервые. Очень приятно. Мне тоже очень приятно. Только мне кажется, мы уже встречались. Нет. Я бы запомнила. Что? А это вам. Надеюсь, вам нравятся желтые тюльпаны. Красивые цветы и желтый цвет мне очень нравятся. Петь, ну что ж ты стоишь? Помоги нашей гости снять плащ. Да. Позвольте. Теперь я понимаю, почему мой муж пропадает на работе. Вокруг него такие красивые женщины. Вы прекрасно выглядите. Спасибо. Ну что ж, Петь, проведи наши гости. Проходите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все, все, тихо. Ты знаешь, мне тоже Налевина. Вообще-то я белая люблю. Красавица. Прости. Я бы хотела поднять этот бокал за хозяйку замечательного праздника, за прекрасный дом, и пускай в этом доме всегда царит любовь и согласие. Отлично это звучит. Спасибо. За вас, ребята. Карина, как это все вкусно. Это, говорю вам я, человек, который в этой конторе отвечает за кулинарию. Светлана Евгеньевна, а что вы скажете, как специалист, насчет сервировки? Ложки, вилки на месте. Рима Валерьевна, раз уж вы спросили, не стоит есть рыбу ножом, а в остальном все отлично. У Карины прекрасный вкус. Да, это да. Спасибо. Спасибо. А вот это что такое? А может быть, снимем программу про ваш дом? О, отличная идея. А тем более мы так уже делали. Петь, Светлана Евгеньевна, а в каком году мы снимали программу про ваш дом? Слушайте, что мы все время о работе, а? Действительно. Лучше расскажите, как вы с Кариной познакомились. Это очень интересно. Да? Это, наверное, очень романтично. Жить в одном городе, а познакомиться на другом конце света. Ой. Вообще-то мы с Петей познакомились в Петербурге. Не расскажешь, как все было? Не думаю, что это будет интересно. Вот мужчины, им интересно только про футбол. Петь, не слушай, женщин, давай мы с тобой выпьем. Да и да! Вы полный выпьем! Нет, это же, мне вот, например, очень интересно. Я уверена, что Петр так красиво ухаживает. Я права? Да, вы правы. Петя очень романтичный. Правда, сначала мне не очень понравился Петя. Извини, но это правда. Да он буквально меня преследовал, поэтому я просто не могла ему отказать. Я поняла, что он именно тот мужчина, который мне нужен. Вы уже год женаты? Да. Да, и это был самый счастливый год в моей жизни. Еще бы! А мы с мужем первый год все время ссорились. Но я считаю, что главное с самого начала быть откровенными друг с другом. Я с вами полностью согласна. Мы с Петей с самого начала договорились, что между нами не будет никаких секретов. Я знаю все о нем, а он обо мне. Карина! Какой ужас! Все, кошмар! Все, платье конец! Испортили платье! Нет, не конец, не конец! Надо соли засыпать, и все будет в порядке! Новая, жалко! Ничего себе! Обмыли подарочек, да? Вы меня простите, я пойду за мной. Ничего страшного! А диван? Извините, я еще Петю. Так, видишь, его здесь нет. Согласись, неприятно, когда теряешь любимого человека даже на пять минут. Я не понимаю, о чем я никого не теряла. Ну, когда-нибудь. Может быть, тебе это предстоит. И давай на ты. Не надо делать, что ты меня не знаешь. Приятно пахнет. Чайная роза? Вообще-то тут у тебя очень мило. У тебя есть вкус. А тебе в моей спальне понравилось, когда ты там с моим мужем? Ладно, послушай, я понятия не имела, что ты есть Светланы Стешкиной. Я понимаю, нам обеим эта ситуация не очень приятная. И, пожалуйста, поставь мою свечу на место. Не нравится, когда берут твою? Мне тоже. Игорь сам ушел. Да, я знаю. Тебе повезло с Петром. Он замечательный человек. Надеюсь, вы будете с ним счастливы. Мы уже счастливы. Ты знаешь, я раньше тоже так думала. А потом? Ты помнишь, что случилось? Потом. Лана, прошло уже столько времени. Кто старый помянет тому глаз вон? Если я увижу Петра, что ему передать? Кстати, а это правда, что у вас друг от друга нет секретов? Уже уходишь? Да. Наташа позвонила. Надо ехать. Ой, Лана, а вы нас покидаете? Да, спасибо. Всего доброго. Было очень приятно познакомиться. Я довезу вас. Спасибо, я доберусь сама. Ну, я хотя бы провожу. Петр Александрович, я поймаю такси. Идите к гостям. До свидания. До свидания. Всего доброго. Нет. Здравствуйте, Ольга. Ольга Сергеевна. Да я-то здравствую. Вот у тебя, похоже, проблемы. Вчера была здесь, сегодня. Да, со здоровьем у меня, правда, неважно. Но как только Игорь с Ланой помирится, мне сразу станет лучше. А у меня есть рецепт счастливого брака. Знаешь, как называется? Супружеская верность. Но, боюсь, это лекарство уже не поможет. Оля, вы слишком сгущаете краски. Но ведь было же что-то хорошее. Да, было. Лана была хорошая, и Даша была хорошая. Но только кое-кто этого не ценил. Оля, ну вы же знаете, как я отношусь к Ланочке. Вы вырастили замечательную дочь. Нам помириться надо с тобой. Если мы помиримся, то и нашим детям будет легче найти общий язык. Да как они найдут общий язык, если они почти не разговаривают? Оля, Игорь хочет подарить Лане машину. Что, совсем поумнел, что ли? Только он боится, что она не примет от него этого подарка. Правильно боится, знай наших. Может быть, ты поговоришь с Ланой? Ладно, поговорю. Может, поговорю. Хватит им с ума сходить, да и меня тоже сводить. Все-таки у них дочка растет. Вот именно. Лана! Игорь! Здравствуй. Ну, последний ужасный вечер. Вечер воспоминаний. Прости, не понял. Неважно. Что ты здесь делаешь? Какая-то красивая. Как я мог не замечать столько лет? Дурак. Не буду спорить. А ты что, на свидании была? Где я была, не твое дело уже два года. Ну, ладно, ладно, не надо. Не надо бить лежачего. Просто хотел сделать комплимент. Раньше я был скуп на комплименты. Но раньше, как мы теперь знаем, я был дурак. Спасибо за комплименты. Чего ты хотел? Это тебе. Конечно, это пустяк. Ты достойна гораздо большего. Документы там, в бардачке. Это мне? Откуда у тебя деньги? Ну, ладно, ты не волнуйся. Ты не волнуйся. До краш машин я еще не должен. Взял взаймы у Вадима. И если не нравится цвет, могу перекрасить. Лично. Ладно. Я сделаю все. Все, как ты хочешь. Ладно. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Если не нравится, поставь мне в кабинет Мам, тут на столе лежали документы, куда ты их делала? А ты не кричи так Я не глухая Это ты не слушал и не слышал, когда я тебя просила лампу бросать Мам, воздуши, мне сейчас некогда Ну, лежали какие-то бумаги, я от стола брала Мам, я тебя просил ничего не трогать в моей комнате Я у него убрала, хотя у меня сердце и давление А он на меня еще голос повышает Мам, я не повышаю, извини Просто нервы не к черту, ты сама знаешь, сколько у меня сейчас проблем Ну, а кто в них, интересно, виноват Могу спасибо сказать Неблагодарный Я не удивляюсь, почему Лана ушла от тебя Мам, я знаю Да, я знаю, я не прав Я во всем виноват, только я тебя прошу Не надо Не надо вмешиваться в наше дело Все Алло, да, привет Здравствуй, Игорь Как тебе машина? Лана звонит, передай привет Выгони в окно Тебе привет от мамы Спасибо Ключи от машины в почтовом ящике Ну, что она сказала? Она вернула машину Ну, сам виноват Мам, а сейчас я в чем виноват? Во всем И не вздумай со мной только спорить Помнишь математика Игоря? Так вот, Петя устроил на работу к себе в программу его бывшую жену А я об этом только вчера узнала Лану? Лана умница И Петя правильно сделал, что взял ее на себе на работу А как она поживает? Просто странно, что именно ее Ты знаешь, наверное, хорошо поживает Я не знаю Просто Я никак не могу понять А Петя когда-нибудь снимал дом Ланы в своей программе? А снимал Снимал, как-то, да Их дом для своей программы Но это давно было, еще до развода Дом у них был, знаешь, такой Хороший Аура такая особенная была А ты не помнишь, когда это точно было? Года два назад, может быть, больше Давай я тебе еще чай налю Спасибо Да И все-таки зря ты машину продала Может, конечно, она и напоминает тебе про Игоря Но когда женщина таскает такие тяжелые сумки Мне это напоминает о том, что она одинокая Смотри на это с другой стороны Одинокая, свободная Так тебя больше устраивает? Так бы закупилась бы на целую неделю И что, и таскать ничего не надо было бы, а? Ты про машину знаешь? Про какую машину? Игорь мне вчера машину подарил Да ты что? Ой, какой он молодец Ну ты посмотри, ну как он на тебе заботится, Лан? Я ему ее верну Ничего мне от него не нужно Лана, может, уже хватит, а? Ну что же ты его все казнишь? Ведь он же так бы и уйти может Вот поскорей бы уже Мне одной хорошо Ничего Буду жить в свое удовольствие Дочка Подумай ты все-таки Мужчин идеальных не бывает Ну так же, как и женщин Но отношения-то что такое? Ну ты прощаешь ему, он прощает тебе А ведь самое главное есть Ведь Игорь тебя любит Любит Но я не люблю его, мама Я больше его не люблю Понимаешь? Ой, господи Доброе утро, Лан Доброе утро, Петр Оксаныч За что же ты меня так? Не понимаю, о чем я Послушай, я не знал, что Карина тебя пригласила Вам не за что извиняться Я отлично провела вечер Хотела бы обсудить с вами меню детского праздника Хорошо Что у вас? Я нашла интересный рецепт Как вы считаете, Римма не будет против, если я кое-что предложу? Думаю, не будет, предлагайте Спасибо, вот я тут написала Можете посмотреть Лан, послушаю меня, пожалуйста Я отойду на мальчику Теперь давайте обсудим, что будем готовить Римма Валерьевна, чем вы нас порадуете на этот раз? Ну, поскольку это детский праздник, думаю, надо приготовить что-нибудь сладкое Логично У меня такое предложение А почему бы нам не испечь прянишный домик? Домик? Угу И в самом деле, почему бы нет? Светлана, не перебивайте меня Я вчера долго думала Прянишный домик Это и просто, и весело И потом, я уверена, ни на одном канале его не готовили Вы знаете, это просто отличная идея Спасибо У меня большой опыт работы Лана, как вам предложение, Римма Валерьевна? По-моему, то, что нужно Жаль, что мне не пришла в голову эта идея Вы, кажется, хотели предложить что-то свое? Нет, я передумала Лучше я и не смогу сейчас предложить Ну что же, основную работу я выполнила Я отойду на минуточку Как скажете Спасибо Да, а я думаю, что вы можете обсудить сервировку Извините, я на минутку Римма Валерьевна, подождите Скажите, пожалуйста, откуда вы взяли этот рецепт пряничного домика? С поваренной книги Может быть, из моей папки Ну и что, пойдете расскажете все Петру? Кому, вы думаете, он поверит? Мне или вам? Римма Валерьевна, это смешно Я, конечно, никому ничего рассказывать не буду Это просто рецепт Но вы, по-моему, очень серьезно ко всему относитесь Я могла бы вам сама дать этот рецепт Вы бы меня попросили Так, вы будете меня еще учить, как себя вести? Кто вы такая? Работаете здесь безгода недели Здравствуйте Вы уже решили, что все знаете? Я здесь работала до вас И я буду работать после вас Когда вы уйдете отсюда А уйдете очень скоро То есть вы не перестанете лезть не в свое дело Думаете, я не знаю, что вас взяли по знакомству? Так что идите и оставляйте тарелки Ложка слева, вилка справа Вообще-то наоборот Петя Петя Посмотри на это Это папка, Светлана Евгеньевна Тебя не учили, что чужие вещи трогать нельзя А ты посмотри сначала Подожди, это же... Что там? Прянишный домик Рецепт Рима Надо же, какие бывают совпадения Ты думаешь, это совпадения? Ну не станет же Рима воровать чужие идеи И выдавать их за свои А ты в этом уверена? Ладно, я разберусь Время, пока ничего не говорить Значит, это ты придумала? А если бы Гоша не заглянул в твою папку Так бы и молчала? Ну и что? Мне даже приятно Если саму идею решили украсть Значит, идея замечательная Как это мило с твоей стороны Ты со всеми очень мила Кроме меня Петр Александрович Вас что-то не устраивает? Ну, для начала Перестань со мной общаться на вы А мне так удобнее Держишь дистанцию? И вам советую Ладно Ну что изменилось, а? Да Я женат Но это не мешает нам Общаться нормально, как два года назад Два года назад мы пытались Общаться нормально И что? Ты права Тогда я тебя любил А я вас нет Извините, мне надо работать Значит, теперь так и будет? Значит, так и будет Вы знали, на что вы шли Могу написать заявление о походе Увольте меня, как неоправдавшую вашу надежду Я вас просила это сделать Вы не захотели Извините О, ты где был? Тебя Карина искала, дозвониться не может Она что, здесь? Ну да, я ей пропуск сделал Как это пропуск сделал? А тебе кто разрешил? Ладно, прости Да, Питя Алло, ты где? Ну, я подумала Зачем тебя отвлекать от важных дел? Наверняка тебе есть чем заняться Кроме меня Так что я уже уехала Уйдем все дома Пока Не в курсе, зачем я проезжала? Нет А что, случилось что-то? Неважно Она спрашивала про свадебную фотографию Красивая Повезло тебе, старик Не то слово Что ж ты ее в столе-то держишь Женишься, узнаешь Игорь, я же тебе сказала Мне машина не нужна И машина тебе нужна И деньги тебе очень нужны Но я так понимаю Не от меня Ты правильно меня понимаешь Но ведь Даша тоже от меня Я надеюсь Но твоя гордость Не позволяет тебе в этом признаться Вот, это для Даши Ничего личного Просто алименты Спасибо, нам хватает Ничего личного Вот снова ты все решаешь за Дашу А я же после этого эгоист, да? Зря стараешься Покупаешь уважение дочери Даша не хочет с тобой общаться Ну, вообще-то с Дашей У нас прекрасные отношения Мы прекрасно общаемся Даже лучше, чем прежде Неужели? Угу Ну, очень рада за вас От меня ты чего хочешь? Хорошо, я возьму деньги Что еще? Лан А давай сходим куда-нибудь, а? Ну, просто поужинаем вместе Мы ведь с тобой не чужие люди Нет, Игоренечка Мы с тобой не чужие люди А жаль И давай договоримся Все наши ужины, завтраки Обеды и свидания Остались в прошлом Ну, ладно, ладно Ну, давай просто погуляем Лан Каждый человек имеет право на ошибку Ты не нагулялся? То есть, это называется теперь ошибкой А тогда, два года назад Это была любовь Лана Что Лана? Ладно, извини Зайду в следующий раз Очень рад был видеть Господи Сколько же можно-то, а? Когда же ты за собой Ой Вещи научишься убирать Ой Вадик! Вадик! Можно тебя на минуточку? Чего тебе? Ты мне ничего не хочешь рассказать? В каком смысле? А что это? Это? А что это? Это я у тебя хотела спросить А, уф, я забыл же Я тебе подарок купил В командировке Нравится? Да Жалко, что без упаковки Ты же так красиво упаковываешь Значит, это и есть твое совещание Командировки Аренды с клиентами Это тебе от меня За твой подарок А завтра отец приедет Еще сильнее добавит Оглянуться не успеешь Как инвесторов потеряешь Давай, рассказывай Только Когда будешь жаловаться На плохого мужа Не забудь рассказать Как ты в день свадьбы Ему изменила Для полной картины Пусть отец на старости лет Порадуются за нашу Крепкую, счастливую семью Ты что говоришь А ты думала Я не знаю, да? Или такая страсть была Что дверь забыли запереть А дверь надо поплотнее запирать Или ты, может, хотела Чтобы я увидел, да? Так ты что, знал? А чего ты молчал-то? Теплое местечко боялся? Я боялся потерять Я тебя боялся потерять Потому что любил, как дурак Ну, это все понятно Про твою любовь Что, мне надо было вторую щеку подставить, да? Тебе можно, а мне, значит, нет А что ты из себя жертву-то изображаешь? Да я изменила тебя Ну, один раз С мальчиком, которого любила до безумия Отец про него и слышать не хотел Молодой, неперспективный мальчик Вот и сосватал тебя Ты же своего не упустила Но, помнится, ты тоже Недолго сопротивлялась Любила, значит, бедного А вышла за богатого Да не верю я ни одному твоему слову Так ты мне мстишь, что ли? Столько лет Ты мне мстишь? Про любовь что-то? Не надо врать, что отец здесь ни при чем Мстишь ты мне, Вадечка Из-за того, что На полусогнутых перед ним Всю жизнь ползаешь Тома Тома Тома, прости Тома К тебе можно? заходи я тебе чай принесла черный уже пить поздно я тебе ромашкова заварил что ты делаешь да так кое-что по работе спасибо очень вкусно а ты был прав цветы действительно красивые не знаю что на меня нашло хочешь поставь в гостиную да нет ты знаешь пусть лучше у тебя в кабинете стоят свет ведь твоя знакомая кстати ты не рассказывал вы с несколько недель где-то около месяца что наверное тома что-то перепутала потому что она мне сказала что вы друг друга знаете давно и ты даже снимал еду для своей программы да точно было дело забыл странно ничего странного я снимаю десятки домов а ты не боишься буду думать что ты взял ее к себе на работу по блату как старую знакомую не боюсь светлана прислала мне резюме и она мне понравилось значит резюме понравилось понравилось кстати о работе ты зачем сегодня приезжал а была одна проблемка сама рассосалась ну что ж не буду тебе мешать ты ложись не жди меня я еще поработаю немножко тамара это вы а что случилось что вы здесь делаете это вы а где Вадим я приехала одна но это все таки мой дом вы все дрожите спасибо испугалась я думаю что здесь никого нет да мрамор вчера привезли для отделки вот караулю принял вас за грабителя что случилось почему приехали так поздно и 1 да так небольшая семейная ссора гордо хлопнула дверью вышла на улицу поняла что видеть никого не хочу ну вот и приехал не прогоните чувствуете себя как дома раз уж это ваш дом пойдемте чай поставлю только туфли не запачкайте у вас здесь уютно главное до работы недалеко я знаю вы привыкли к дизайнерской обуви но зато этим туфелькам ничего не страшно надевайте надевайте а то что они очень огромные одного хватило бы надевайте и все-таки скажите мне за чем вы приехали в такую даль Обижаться на мужа, ведь можно и поближе к дому, еще заболеете, не дай бог. А может быть, я хочу простудиться и умереть? Только не у меня на стройке. Вы мне резюме испортите. Спасибо. Тамара, успокойтесь. У вас все будет хорошо. Вы завтра же помилитесь. Хотите поспорить? Нет. 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 Они у вас не очень свежие. Ну, может быть, ирисы или тюльпаны? Желтые? А, нет. Желтые лучше не стоит. Ну, почему? Красивые цветы. Да, если вы кому-то хотите признаться в тайной страсти. Подождите. Тайной страсти — что за глупости? Ну, почему же глупости? Вовсе не глупости. Я закончила курсы флористики. Цветами можно сказать все, что угодно. Белые розы — это признание в любви, гвоздики — уважение. А желтые тюльпаны — тайная страсть. Поэтому для вечеринки лучше взять что-то более нейтральное. Да. Да. Интересно. Простите, мне нужно позвонить. Я минуту. Конечно. Здравствуй, Гоша. Прости, что отвлекаю тебя от работы. Ты не мог бы дать мне телефон Светланы Евгеньевны? Нет, ничего не случилось. Просто… Просто я дома делала уборку после вечеринки и нашла сережку. Кажется, ее. Да, записываю. Дальше. Да, спасибо. Для вас все, что угодно. Хорошо. До свидания. Кто звонил? Слушай, а ты не помнишь, вчера на вечеринке Светлана Евгеньевна была в сережках? Да вроде нет, а что? Странно. Карина звонила. Сказала, что нашла сережку после вечеринки и попросила телефон Светланы Евгеньевны. И ты дал. Мог у Светланы Евгеньевны разрешение спросить. Нельзя давать чужие телефоны. Может, ты ему раздаешь направо и налево? Ой, а тебе типа телефон обрывают. Да ладно, можно подумать, это такая тайна. Вот если бы Светлана Евгеньевна была любовницей Пети, а Карина этого не знает, тогда конечно да. Очень смешно. А если так и есть? Думаешь? Хотя черт их знает, а? Петр в последнее время какой-то странный. Да и Света. Здравствуйте. Светлана Евгеньевна, а вам только что звонила… Одну минуточку, извините. Да, слушаю. Здравствуйте, Светлана Евгеньевна. Карина, жена Петра. Здравствуйте, Карина. Я слушаю. Извини, Лана, что отрываю тебя от работы. Ничего, что я называю тебя Ланой, это как-то привычнее. Хорошо. Тогда я буду звать тебя Кариночкой. Игорь ведь тебя так называл. Угу, ну ты изменилась, ладно. Зачем сразу так грубо? Может быть я просто хочу встретиться со старой знакомой? Думаю, мы обе не очень этого хотим. Но встретиться все равно нужно. Общие темы для разговоров у нас с тобой всегда были. Хорошо. Встретимся в кафе. В нашем любимом? Через час. Нет, вообще-то у меня совещание сегодня, я смогу только завтра. Какая ты стала занятая, поздравляю. Ничего, я подожду. Ладно, я приду. Лана, постой. Надеюсь, ты понимаешь, что разговор касается только нас, девочек. Ты хочешь попросить меня не говорить о нашей встрече твоему мужу? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Карина, подожди! Прости, прости, я не хотела. Конечно, Игорь виноват. Господи, да не унижайся ты так. Он тебе изменил, ну и ты им измени. Нет, мне даже интересно, ты его простишь? После того, что он тебе сделал? Тебе не понять. Ну да. Куда уж мне, я же дрянь. Так ты сказала? Послушай, ну чего тебе от меня надо? Просто уйди. Слушай, как у тебя все просто. И ты что, думаешь, он к тебе вернется? Он вернется к дочери. Спасибо. КОНЕЦ КОНЕЦ